Здравствуйте, мои родные, с вами Любовь Орлова, и мы проваливаемся в новости. Настоящий экшен разгорелся в семье создательницы маркетплейса Wildberries. Муж основательницы пришел пожаловаться Рамзану Кадырову, что его жена связалась с компанией Rus Outdoor, ушла из дома, а теперь их бизнес отжимают путем юридических махинаций. А-ля привет из 90-х. Владислав Байкальчук назвал это рейдерским захватом. Глава Чечни заявил, что не оставит семью в беде и разберется с делом. Я всех призываю к структур, которые должны сейчас подписывать документы. Это вы подписываете документы, разрушающие семейный бизнес, разрушающие семью, которые имеют семеро детей, человек, который своими руками строил бизнес. И этот бизнес, разрушая семью, забирает какие-то черти. После всего этого Татьяна Бакальчук, основатель Wildberries, записала видеообращение и сообщила, что никто не держит ее в заложниках, и у них все хорошо. Муж владеет одним процентом акций и не принимает участие в управлении компанией. Также женщина подтвердила начало бракоразводного процесса. Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил придать огласке и наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса. Полиция сможет выдворять иностранцев из России. Если раньше такое решение мог принимать только суд, то теперь право выдворения есть у МВД. Это позволит сократить траты на перевозки мигрантов в суды и оперативно выдворять за границу тех, кто нарушил закон. Также принят закон о миграционном режиме и высылке иностранцев. Мигранты, в отношении которых ведут такой режим, не смогут менять место пребывания без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом. Россиянам предложили выплачивать по 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном месте проживания мигрантов. Депутат Госдумы Сергей Каргенов направил соответствующее обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева. По словам автора инициативы, такие меры помогут выявлять нелегалов, которые представляют опасность для страны. Он отметил, что вознаграждения потолкнут жителей активнее сообщать о местах скопления нелегально проживающих иностранцев. Патриотизм надо прививать. А как же, конечно, штрафами? А как вы думали? В школе Кабардино-Балкарии на церемонии вручения аттестатов звучал гимн России, и несколько людей посмели не встать. Мировой суд уже оштрафовал восьмерых человек на 30 тысяч рублей за нарушение порядка официального использования госсимволов России, статья 17.10 КОАП. И еще одно дело рассмотрят в ближайшее время. Секунду, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень важно для меня. Поехали! Россиянам ужесточат сроки, запорчивая имущество с символикой зет-патриотов. Поправки единороссия хотят внести в статью 167 Уголовного кодекса России умышленное уничтожение или повреждение имущества, по которой сейчас грозит максимум до двух лет лишения свободы. Депутаты же хотят повысить допустимый срок наказания до пяти лет, если преступление было совершено по экстремистским мотивам из-за политической, идеологической, национальной и религиозной вражды и ненависти. Кроме этого, Госдума России обильно поработала и напринимала всякие поправки и законы. За пропаганду наркотиков, которую теперь могут найти и в литературе, можно получить два года лишения свободы. За участие в деятельности любой нежелательной организации может последовать уголовное дело. До 2034 года разрешили проведение сплошных рубок на Байкале с целью расширения Байкала-Амурской магистрали. Пошлины при обращении в суд подорожали в 10, а то и 15 раз. Кстати, ранее я говорила, что госпошлина за расторжение брака выросла до 5000 рублей. Также выросил госпошлина за подачу исков в суд о расторжении брака с 650 рублей до 5000 рублей. Сегодня Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому резко повышается размер судебных пошлин для граждан и бизнеса. Иски без материальных требований подорожают с 300 рублей до 3000 рублей. Минимальная пошлина за гражданские иски с имущественными требованиями вырастет с 400 рублей до 4000 рублей. Продолжение темы патриотизма. Герой СВО после снятия судимости потребовал вернуть ему изъятые приобоски тень ЕБМВ. В Генпрокуратуру обратился командир одного из штурмовых отрядов российской армии, Батыр Бекмундаров, ушедший на СВО из колонии, где с 2018 года отбывал срок за вымогательство и похищение в составе ОПГ. Был осужден на 15 лет по двум статьям. Основным фигурантом тогда был криминальный авторитет Захарий Калашов, вор в законе, Шакро Молодой. Речь про суммы в различной валюте, а также два внедорожника, Ниссан Патру и БМВ-830. После начала спецоперации он заключил контракт с Минобороны. Впоследствии с него была снята судимость и вручена медаль за отвагу. Ну что, друзья, для чего раньше предполагался материнский капитал? Для улучшения жилищных условий, качества жизни. Сейчас этой суммы не хватает даже на первый взнос по ипотеке. Зато в скором времени счастливые родители смогут потратить средства на подготовку школьников. Использовать деньги маткапитала на эти цели разрешат, когда ребенку исполнится 6 лет. В Госдуме считают, что такая мера поддержки необходима, потому что цена канцелярских принадлежностей растет из года в год. А перед первым сентября они подорожают на 30%. Еще родителям нужно платить за различные занятия с репетиторами и курсы по отдельным предметам. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Новый тренд ребят – запрыгивать в мусорные баки и, конечно, снимать это на видео. Представляю, как приходится их родителям, когда они отстирывают такую ванючую одежду. Нашли серьезную проблему современности. В России требуют запретить признавать хобби-хорсинг официальным видом спорта. Скачки на палках с головами лошадок, по мнению общественников, деструктивно влияют на подростков. Вы согласны, что это самая волнующая новость для россиян на сегодняшний день? Мы с тобой в финале так все собрались, лицо серьезное. Давай, как мы репетировали. Раз, два, три, мы докажем, что хобби-хорсинг не хуйня. Друзья, вот мы и вернулись с юга России. Благодарим всех, кто нас поддерживал и помогал. Помочь нам вы можете через Нэшн Алерт или подпиской на Бусти. Ссылка в описании. А для вас мы записали программу «Как живет юг России во время спецоперации». Ссылка тоже в описании. Скоро выйдет вторая программа «Проток». Местные власти отбирают участки земли вместе с домами. Так что, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик. Новая опасность. Вспышка вируса Чендипура. Есть смертельные случаи. Вирус передается через укусы комаров, клещей и москитов. Лишь за несколько дней на западе Индии зафиксировали 50 случаев заражения. При этом 16 человек погибли. Опаснее всего он влияет на детей. Чендипур – это вирус, вызывающий острый энцефалит. Вакцины от него не существует. Но Роспотребнадзор сказал, что до нас эта холера не дойдет и мы можем спать спокойно. Покушение на убийство произошло в Москве. Завеститель начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи Андрей Таргашов, по всей видимости, поддорван в своей машине. Позднее Андрей Таргашов опроверг, что пострадал во время взрыва автомобиля в Москве. По последним данным, пострадавшим оказался его однофамилец. Таргашов заявил, что ни он, ни его супруга не пострадали при взрыве автомобиля, поскольку уже давно проживают по другому адресу. Взрыв проимел в 6.30 утра, когда 50-летний водитель сел во внедорожник, припаркованный у дома. Предварительно мужчине оторвало ступни, и его жена получила осколочное ранение. Оба доставлены в больницу пострадали от 5 припаркованных рядом автомобилей. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в машине сдетонировал неизвестный предмет. В городе Богданович Свердловской области разгорелись похоронные страсти. После назначения мэром города Олега Нейфельда в Богданович приобрались ритуальщики из Екатеринбурга, которые завели новые порядки. После назначения на пост люди стали жаловаться, что похоронщики требуют деньги за места на кладбище и задирают цены на копку могил. Местные власти это опровергали, считая, что недовольство тоже разбивают обиженные ритуальщики. Жительница Богдановича Ирина Костылева написала, «Скоро люди кредиты будут брать, чтобы им выковали могилу. Наш мэр – это бандит, а бандиты любят много денег», – написала женщина. Но мэра города до глубины души задели эти слова. Как он такой прекрасный, белый и пушистый мог так поступить? И Нейфельд подал в суд и потребовал взыскать с Костылевой 50 тысяч рублей за моральный вред. Суд оценил страдания вдвое меньше – в 25 тысяч рублей. Местные СМИ пишут, что в правительстве Свердловской области душевные волнения Нейфельда понимают. Там считают, в день приезда в Богданович губернатора Евгения Куйвышева, недовольные похоронщики готовили провокацию. Они якобы хотели специально выставить гроб на маршруте Куйвышева. В Екатеринбурге уже такое было. Как думаете, где будет выставлен гроб в следующий раз? Может, на Екатеринбургской Рублевке, поселке Палникс, где живет элита третьей столицы России? Ну и, конечно, после всего этого милота. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и отправляйте программу друзьям и знакомым. Это помогает в продвижении нашего канала. А с вами была Любовь Орлова. Всех обожаю. Пока-пока. Пока-пока.